Заметка, опубликованная несколько лет назад в Крымской комсомолке, вызвала шок у туристов, которые традиционно приезжали на отдых в Феодосию. Автор публикации, ссылаясь на утверждения многочисленных очевидцев, рассказал читателям газеты леденящую кровь историю о том, как неизвестное морское существо напало на молодую купальщицу. Трагедия разыгралась вечером, когда на улице уже темнело, но на пляже еще были люди. Две девушки плавали недалеко от берега. Внезапно одна из них камнем пошла ко дну. Вторая успела ухватить подругу за волосы и рывком вытащить. В шоковом состоянии купальщицы выбрались из воды. У пострадавшей оказались сильные повреждения нижней части тела. Туристку без сознания доставили в первую городскую больницу Феодосию. Спустя несколько часов главврач клиники заявил, что никаких пациентов с Феодосийского пляжа к ним не поступало. И всем интересующимся происшествиям советовал успокоиться и переключиться на что-то другое. Тем не менее слухи о каком-то загадочном монстре, который нападает на купальщиков, упорно поползли по всему Черноморскому побережью Крыма и взбудоражили курортников. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 7 декабря 1990 года бригада рыбаков Карагатского филиала Института биологии Южных морей Академии наук Украины вышла в море для осмотра сетей, поставленных для отлова черноморских скатов. Сеть была установлена на глубине 50 метров в трех милях от бухты Лягушачья. Рыбаки прибыли на место около полудня и приступили к переборке снасти. Через 150 метров сеть оказалась оборванной. Когда подошли к поврежденному краю, то увидели там мертвого дельфина, черноморскую афалину длиной почти 2,5 метра. При ближайшем рассмотрении рыбаки обнаружили, что брюшная часть дельфина выдрана вместе с ребрами, а на месте укуса четко прослеживались следы огромных зубов. Осмотр продолжился не более трех минут. Обезображенный вид находки вызвал панику среди рыбаков. Они бросили останки в море и на полном ходу ушли из этого района на базу. Весной 1991 года рыбаки привезли второго погибшего дельфина с аналогичным укусом и следами зубов на теле. Эти две находки не на шутку встревожили морских исследователей. Причину гибели черноморских афалин некоторые ученые усматривали в столкновении несчастных животных с каким-то техническим устройством, винтом корабля или даже торпеды во время учений военных моряков. Часть их теологов допускали, что убийца афалин могло быть другое живое существо. Однако ни один из известных науке обитателей Черного моря такого сделать не способен. Более того, даже известные представители фауны Мирового океана, окажись они гостями Черного моря, не смогли бы оставить на теле дельфинов таких следов. На самом деле речь идет о так называемом Карадагском гаде. Так называли его и называют сейчас, уже в российском Крыму, называют местные жители, которые обитают в районе Коктебеля. Вот называют это существо непонятного совершенно вида, которое до сих пор появляется в прибрежных водах и пугает отдыхающих местных жителей, не говоря уже о дайверах, которые просто шарахаются иногда от странных теней, огромных теней, которые мелькают под скалами буквально, у самой поверхности, иногда совсем близко к берегу. Мифическое чудовище, существование которого наука отрицает, как оказалось уже более тысячи лет, смущает покои сон рыбаков и отдыхающих у побережья Черного моря. О нем известно не так много, но кое-какую информацию исследователям удалось собрать. Визиты наносит внезапно. Способен нечаянно потопить шлюпку. В качестве пищи предпочитает дельфина. Любит пугать одиноких купальщиков. За долгую биографию монстр стал излюбленным героем ночных страшилок у прибрежного костра. О нем писал сам Геродот. Его же изображали на гербах разные крымские ханы. Например, бахчисарайские. Выглядит чудовище, как огромный черный дракон. Вы знаете, вообще о монстрах очень много историй различных ходит. И встречают их где только бывает человек. Да, действительно, история очень интересная. Люди видят какое-то непонятное большое существо, которое то подплывает к людям, то просто издалека показывается. Проблема только в том, что крупные морские существа, или океанические, они в принципе не могут долго выживать в тех условиях, которые находятся у Крымского побережья. Вопрос возможности обитания крупных подводных монстров у берегов Крыма достаточно спорный. Любое живое существо способно приспосабливаться к тем условиям, в которых оно оказалось. И подтверждением того, что Карадагский гад есть, и обитает он у феодосийского побережья испокон веков, можно найти в древних крымских легендах. В них нередко встречаются сюжеты про неких чудовищ, якобы обитающих в Черном море. И не только в самом море, но и на берегу. В одном из сказаний упоминается таинственное место близ деревни Атузы. Это современный поселок Щебетовка, где в камышах жила змея, которая, свернувшись, казалась копной сена, а когда шла полем, превращалась в огромные кольца. По преданию чудища убили янычары, вызванные местным ханом Истамбула. Но остались от нее детеныши. Сведения о встрече с неизвестным змеевидным существом в Крыму встречаются и в более поздние времена. Супруга поэта Максимилиана Волошина, Мария Заболоцкая, в одном из своих рассказов упоминает заметку из местной феодосийской газеты, где говорилось, что в 1921 году в районе горы Карадак появился огромный гад, и на поемку его была отправлена рота красноармейцев. Чем все это закончилось, газета не сообщила. Максимилиан Волошин отправил эту газетную вырезку о гаде Михаилу Булгакову. И она легла в основу повести «Роковые яльца». Сюжет произведения – секретный биологический эксперимент в Крыму, где в результате ошибки ученых на свет появились гигантские рептилии. На самом деле, конечно, Булгаков, наверное, все-таки не настолько сильно фантазировал, чтобы вообразить, что все это было так придумано из ничего. Что-то происходило в Крыму в начале 20 века. Искали гиперборею, и искали ее не только на севере, но ее ответвление искали именно в Крыму, в пещерах. Что творится в этих пещерах сейчас, никто не знает точно, потому что экспедиции туда прекращены. Кто там может жить – непонятно. Версия о том, что Карадакский гад – это результат каких-то таинственных медицинах, не лишено оснований. Известно, что в самом начале 20 века проводилось немало генетических экспериментов для создания новых биологических видов фауны в интересах армии. Военные требовали выносливых, разумных, легко управляемых человеком животных для выполнения специальных операций во время ведения боевых действий. И такие особи действительно выращивались в сверхсекретных лабораториях Министерства обороны и МВД. Например, так называемый волкосоп – гибрид волка и собаки, где выносливость дикого хищника сочеталась с врожденной управляемостью служебного пса. Или гибрид дельфины и акулы для диверсионных и контрдиверсионных подводных операций военно-морского флота. А опыты биолога Сергея Брюханенко, описанные в романе Беляева «Голова профессора Доуэля», вообще помогли создать ряд средств для экстренного спасения человека, пораженного врагом на поле боя. Но не всегда подобные опыты заканчивались благополучно. И зачастую бывало так, как это описано в повести «Роковые яйца». Какие-то гибриды, какие-то разработки, они некоторым образом, конечно, могли попасть в внешнюю среду. Тем более, случаи эти не единичные. Мы прекрасно помним опыты Иванова, который в 20-30-е годы пытался получить гибрид человека и обезьяны, для того, чтобы создать суперсовдат, сильных рабочих. И по некоторым данным эти эксперименты у него получились. Любая гипотеза, она может быть и существовать до тех пор, пока не опровергли или наоборот не подтвердили. Поэтому версия о том, что вот этот монстр может быть порождением какой-то нашей военной, генной инженерии, вполне заслуживает внимания. Свидетельств существования карадагского гада существует немало. Известна история, которая произошла в сентябре 1952 года с Варварой Кузьминишной за зулей у мыса «Мальчик». Она собирала хворост и приняла чудовище за обычное бревно, чуть не наступив на него. По описанию ошеломленной женщины, это был огромный змей с маленькой головой, тонкой шеей, но толстой и мерзкой спиной. Когда Варвара, еле живая от испуга, стала махать веревкой, змей начал разматываться, как клубок. Были видны нижние и верхние конечности. И это существо пищало. Осенним вечером 1967 года местная жительница Людмила Сегида, прогуливаясь по Армут-Лукской долине, переступила через корягу. Услышав сзади себя всплеск, она обернулась и увидела огромного и толстого змея, переползавшего из одной лужи в другую. Корягой оказался тот самый монстр. Один из сотрудников газеты «Судакский вестник» видел змеобразное существо несколько лет назад с 20-ти метровой высоты мыса Француженка. Бросившиеся в рассыпную дельфины спасались от этого чудовища. По рассказу журналистов, в 30-е годы шлюпка рыбака из села Малый Маяк лоб в лоб столкнулась с головой монстра и перевернулась. Подоспевшие товарищи спасли незадачи левого рыбака. Однако беднягу парализовало, и через месяц он скончался. Собачья башка! Успел выговорить он перед своей кончиной. Ну, это существо, как бы неотъемлемая часть Крыма. То есть она в легендах и преданиях еще кемерийских различных племен и последующих района Таврии есть свидетельство того, что оно водилось там. То есть даже тот факт, что воды Черного моря отравлены на значительной глубине и жизни там практически отсутствует, этот факт может говорить как в пользу этого животного, так и против него. Потому что, возможно, некоторые ученые говорят, что возможны мутации, благодаря... То есть из-за которых произошли какие-то изменения в каких-то местных животных, что они приняли облик такого существа. Но это маловероятно, потому что слишком оно отличается от всех остальных. Интересно, что разные очевидцы по-разному описывают крымского монстра. Например, в Коктебеле видели чудовищ двух видов с конечностями и змеевидных. Обращает на себя внимание сужение ареала обитания существа. Если в 19 веке с ним сталкивались в районе от мыса Тарханкут до Карадага и Восточня, то перед началом Великой Отечественной войны монстра наблюдали у Кучук-Ламбата, у Аюдага и на мысе Казантип в Азовском море. В конце 20 века более или менее достоверные свидетельства указывают на один район Карадаг. Собранных фактов, трудно поддающихся объяснению, очень много. Степень надежности различна, так как много чего невероятного может померещиться испуганному человеку. Но кое-какие предположения, что это может быть, у некоторых исследователей есть. Все сводится к различным видам ихтиозавров, все-таки, во-первых, и во-вторых, плезиозавров, то есть что-то вокруг вот этих двух подклассов ящеров, которые в 150 миллионов лет обитали в этом районе и вообще в Атлантике, в Тихом океане, в крупных водных таких водоем, водных бассейнах. Но на самом деле, конечно, тут существует самая главная проблема, это проблема выживаемости в таких условиях. то есть нужно очень много факторов, которые сложились бы благоприятно, чтобы это существо выжило на протяжении таких миллионов лет, в таких катаклизмах. Несмотря на очевидные факты, многие исследователи не соглашаются с версиями тех, кто считает, что чудовище у берегов Феодосии это потомок древних динозавров. Черное море, по мнению отрицающих существования карадакского гада, это совсем не та среда, в которой мог бы выжить, а уж тем более мутировать древний ящер. И несмотря на всю таинственность Крыма и мистическую ауру полуострова, здесь не может быть ничего сверхъестественного. А факты наблюдения монстров в прибрежных водах можно объяснить просто. Я больше склонен считать, что в Черном море периодически может заплывать какой-нибудь средиземноморское или океаническое большое животное типа большого сельдя. То есть существо размером иногда даже полтора десятка метров. И в случае, если это существо всплывает к поверхности воды, его просто невозможно не принять за сказочное существо. В этой версии все логично, кроме одного. Таинственного монстра люди видели и даже контактировали с ним. Причем не только в пучине моря, но и на берегу. Да и никакая сельдь, даже гигантская, не способна погубить достаточно крупного дельфина из рода Афалена. Зубы у сельди, конечно, есть, но они рудиментарные. Так значит, все-таки карадагский гад это доисторическая рептилия, каким-то неведомым образом сохранившаяся у берегов Крыма. Не исключено, что черноморский монстр принадлежит к тому виду доисторических животных, следы которых скрываются в шотландском озере Лохнас. Это типичные плезиозавры, то есть тут уже у ученых как бы, если они согласились уже считать Несси чем-то таким более-менее реальным, то все они также придерживаются мнения о том, что это все-таки какой-то плезиозавр, то есть очень крупный водный ящер 8, где-то 10 метров длиной с огромной длинной шеей, маленькой головкой и мощным хвостом, который размножается яйцами и держит их где-то, хранит их в подводных пещерах по бокам озера, в берегах озера, как некоторые считают, и именно поэтому не может никакой локатор, никакие холоты добраться до самих этих животных. Впервые слухи о загадочном чудовище в шотландском озере Лохнесс появились в 1933 году. Местная жительница по имени Олди Маккей, прогуливаясь с мужем вдоль берега озера, увидела в воде по ее словам что-то черное и мокрое. Когда супруг миссис Маккей начал спускаться к кромке воды, та закричала «Стоп! Зверь!» В мае того же года репортер британской газеты «Инвернос Курьер» Алекс Кэмпбелл опубликовал статью, где рассказал историю Несси. Интересно, что легенда о чудовище, которое водится в местных водоемах, восходит еще к VI веку. По преданию, шотландский апостол Святой Колумб при помощи молитвы победил некоего монстра в реке Несс. И судя по описаниям этого монстра в древних манускриптах, его облик в точности совпадает с описаниями лохнессского чудовища. Самым известным доказательством существования Несси стал так называемый снимок хирурга. Знаменитая фотография, торчащая из воды шеи с головой динозавра, которую в 1934 году сделал лондонский врач Кеннет Уилсон. Однако в 1994 году эксперты установили, что снимок был сфальсифицирован. Но есть и другие снимки, подлинность которых не подлежит сомнениям. Ну вот по тем описаниям, которым мы имеем, по фотографиям, по описаниям очевидцев, по некоторым повадкам, потому что люди описывают иногда и следы, и даже кто-то слышал голос, больше всего это похоже на классического морского плезиазавра. То есть это огромное тело, большая такая, жирафия шеи, не маленькая такая головка. Но этот как раз динозавр, ну дракон-динозавр, он относится к классу хищников. То есть опять же надо понимать, что для его существования там должна быть достаточно хорошая кормовая база, что в принципе в Лохнецком озере присутствует в изобилии. При этом скептиков, которые утверждают, что Несси это чистый вымысел, гораздо меньше, чем людей, убежденных в существовании таинственного монстра в Шотландском озере. В конце 80-х годов 20-го столетия были проведены тщательные исследования акватории Лохнец. Экспедиция получила название операция Дипскен. Ученые получили более 40 отраженных сигналов Сонара, которые свидетельствовали о наличии на 100-метровой глубине крупного движущегося объекта. К сожалению, контакт был кратковременным и не позволял идентифицировать таинственный предмет. При этом появились новые версии, каким еще может быть зоологический вид загадочного монстра. Как считают научные сотрудники Королевского музея Британской Колумбии, это Кадбаразавр. Описание Кадбаразавра в общем схоже с таинственным крымским существом. Животное с длинной шеей, короткими остроконечными передними плавниками, собака подобной головой. Часто его описывают с гривой вдоль шеи. Некоторые свидетели рисуют более змееподобный облик существа с узким длинным телом до 7 метров, который извивается над поверхностью воды. Это схоже с описанием животного крымчанами. Гигантский змей с небольшими конечностями, с собачьей головой и косматой гривой. То, что видел писатель Всеволод Иванов в 1952 году, благодаря которому мы знаем подробно об этом существе, потому что он со свойственной писателю дотошностью оставил свидетельство очень подробное свидетельство появления и движения существа вдоль берега. Если верить ему, то оно всплыло на поверхность, образовав несколько таких горбов, как многие, кстати, говорят, что горбы характерная черта вот этих существ. То есть оно двигалось извивами, вертикальными извивами, и поднимало к поверхности и над поверхностью огромную пасть. Серьезные специалисты-зоологи считают, что делать какие-либо выводы до поимки живого экземпляра Канбарозавра преждевременно. А чтобы провести подобную операцию, необходимо сформировать и тщательно экипировать специальную экспедицию к берегам Карадага. Но прежде всего, очень важно убедиться в реальности существования самого чудовища. Возможны самые неожиданные ошибки. Слишком уж хорошо изучен Крымский полуостров и прилегающее к нему морское пространство. Слишком много людей живет на его берегах. Однако встречается монстром крайне редко. Практически свидетелями подводного чудовища были единицы. И все же документально зарегистрирован факт гибели двух дельфинов и следы на теле этих животных соответствуют представлению о размерах и повадках загадочного существа. Происшествие с купанием туристки на Феодосийском пляже тоже реальный факт, который врачи попытались скрыть, но им это сделать не удалось. Крым хранит немало тайн, но тайна, связанная с Карадагским гадом, более всего будоражит сознание как местных жителей, так и гостей полуострова, приезжающих сюда на отдых. Кстати, всевозможные таинственные подводные монстры вполне могут обитать в самых разных водоемах нашей страны. И одно из таких чудовищ было замечено в затерянном в Якутской тайге озере Лабенкер. Но это уже другая история. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ